заброшенные строения притягивают десятки людей в том числе и сталкеров которые любопытно проникают бесследное место и гуляют по развалинам я признаться честно раньше думал что сталкеры это те кто непосредственно ходят и изучают зону отчуждения но как оказалось сталкеры это люди которые ходят по развалинам и один из них это представитель сталкеров амурской земли зовут его андрей ревенок он студии андрей доброе утро добрая ну как мы уже сказали в анонсе до сталкеры это те кто ходят не только по припяти это и именно которые исследуют еще свою область а да вот что интересного у нас во морской области у нас очень много заброшенных деревень есть два города можно сказать призрака и очень много заброшенных именно в военных объектов то есть хранилище ядерные их более четырех штук аэродромы военные пусковые шахты то есть танковые склады очень много всего и столько много старых военных объектов заброшенных и не охраняемых или нужно как-то договариваться чтобы туда проникнуть но на некоторых объектах да есть охрана то есть сначала как правило я иду даю знать что я пришел спрашиваю мне говорят нет нельзя ну соответственно я делаю круг километра полтора иду через кусты и гуляю по территории а в основном объекты все заброшены на территории никого то есть строение наземные то есть уже все развалины ты ищешь и там если чуйка такая иногда есть что что-то под этим зданием ходишь возле нитам с лопатой так вроде смотришь железная дверь откопал залез а там бывает туннели метров пятьсот шестьсот с разветвлениями еще на сотни метров так то есть какая-то отдельная скажем так подземная цивилизация дарите вы сказали что вы можете прийти на объект вам на входе скажут стойте андрей нельзя на вы обходите и получается как нелегально запрони но можно сказать что да нелегально но это моя как бы работа я должен все равно показать вы ничего плохого не делал ничего плохого него а вы хоть один нет у меня есть напарник максим мы с ним путешествуем то есть мы начинаем с весны где-то холодов до месяца все вот так мы путешествуем то есть пишем ролики можно сказать на полгода даже вперед то есть вы снимаете ролики и куда ты потом была у меня есть youtube канал андрей ревенок 28 ну так называется вот и в основную деятельность я еще веду на сайте одноклассников так акцента взят что на военную тематику в одноклассниках очень много военных групп то есть где люди служили на этих военских частях я во многих состою и как какая бы это заброшка не было то есть для них этого воспоминания находятся те кто там был когда ого как все изменилось ну да и как бы пишу развалины ладно а я вот в этой развали не как-то сидел там на кнопке нажимал там дверь в сопке открывалась вот кстати что интересного удалось находить вот в этих подземных туннелях до которые казалось бы даже и на карте нигде не обозначены вероятнее всего секретные а вы туда проникали может быть там какие-то старые записи какие-то артефакты артефактов ну очень мало находил только нашивки нашел фотографию забыл конечно если вы в основном все вывезено то есть не проводов не кабелей никакой аппаратуры ничего нету просто туннели скрытые туннели замурованные туннели в стену которые также можно как потайные да прям как очень много каких-нибудь фильмах про индиана джонс там что-то нужно нажать на кнопку и откроется какая-то тайная дверь ну вот только в нашем случае не нажать чуть-чуть поломать чуть-чуть поломать ну поломать ради собственно говоря творчество и истории да когда вы узнаете а что самое интересное все-таки удавалось найти может быть объекте что-то встретили и сами того не ожидали самое из артефактов нет но медведи и другую живность гуляют прямо по территории можно встретить медведя да был даже случай что в районе цилковского как-то в лесу мы заблудились ушли от объекта киватерна 3 в сопках через болото мы видим тропинка казалось что мы за медведем шли то есть медведь шел от вас а вы за ним а мы за ним и тут и потом обратно вы от него он за вами ну тут вовремя якобы скорее скооперировался и другу говорю пошли отсюда все бегу убежали оттуда чтобы он нас как бы понятно что он учует должен но нам повело что ушли на чуйка ваш сработала раньше вот я свои путешествия строю на чуйке то есть я вот знаю что нужно сюда идти почему-то я даже вот на карте смотрю объект я вижу развали я уже в голове представляет как будет сам выпуск как будет полет допустим на дроне весь какой трек ставлю то есть я уже представил себе этот объект я на нем еще не был и в принципе я приезжаю на него так оно и получается но это какая-то особая визуализация которая скорее всего вам помогает и движет вперед а вот может быть хотелось бы еще узнать как вы строите свои планы путешествия потому что это выезд по области да не маленькой это наверное нужно все запланировать там какие-то палатки брать с собой где тоже вы ночуете нет палатки не берем мы делаем все в один день то есть мы выезжаем часа в четыре утра едем до объекта 2-3 часа ну смотря где находится либо 200 пти сиким в этом 100 то есть мы целый день уделяем до 7 вечера этому объекту бывает такое что на одном объекте сразу как бы у меня два проекта и допустим взять вот поселок орлины там вот вода 21 военская часть то есть у меня там и влог идет это как экскурсия то есть я снимаю полностью все и также еще есть проекты землю городом систему туннелей в один день можно два ролика снять а бывает такое что не успели снять и на следующий день приезжайте до снимает бывает вот именно вот этот сезон я посвятил некоторым объектам что это до съемка потому что невозможно за ним все снять прям показать досконально можно конечно прийти на базу а вот здесь ангар здесь ангар а вот здесь смотрите туннель что в туннеле вот так же есть такой объект молчи-молчи это хранилище ядерного вооружения так там допустим есть колодцы первый раз я там был да я посмотрел ну да дырка дырка что вы изучив ее понимаете что мы еще минут на двадцать да наверно можно рассказывать минимум минут на 20 когда я сделал до съемка конечно ролик этот меня еще не вышел объекта за съемка где мы там еще искали ракет на установке опустив телефон я так понял что это обычный колодец то есть фонарика первый раз осветил я вижу что расстояние в три этажа под землю то есть я уже понял что это либо там туннель здоровый такой трехэтажный что можно решая машину поставил на пустом месте оказывается оказывается нет то есть я прям изучаю полностью досконально себе даже если приходите не один раз но я думаю что первую очередь конечно же вас и подталкивает ваш зритель который с большой любовью интересом за вами следит чего наверное в завершении нашего разговора и хочется пожелать чтобы зрителей становилось больше что в объекты становились интереснее и приезжая на какой-то быть может закрытый объект говорили а так тоже вы Андрей мы вас знаем для вас вход всегда доступен я очень жду этого когда мне скажут открывай дверь заходи снимать изучать что хочешь пускай она так и будет новых интересных объектов вам и самых крутых выпусков спасибо большое приятное беседу чем дальше иду тем будет интереснее это точно блин нифига себе штырь прикинь прям в него хотел лицом ну да вот лифт мне вообще можно сказать на соплях наверное держится это наверх поставить блин ничего себе уже тоже в соплях ну вот он сам вход выход в шахту в принципе туда мы не полезли почему мы и снаружи посмотрели до ржавую можем полезть на вам все просто